Наше предприятие входит в состав холдинга по производству фармацевтических препаратов в Иркутске. У нас, иначе говоря, представлено различное оборудование для производства лекарственных средств от гранулятора до автоматической линии по наклеиванию самоклеящихся этикеток. В конце года руководство завода для расширения ассортимента решило производить новый продукт – презервативы. Упаковка презервативов представляет собой автоматический процесс раскладки в ячейки презервативов с последующей упаковкой в металлизированные пленки для индивидуальной групповой упаковки. Оборудование для производства данного медицинского товара было по сути уже закуплено. Мы выпускали презервативы в групповой упаковке по две штуки в пластине. Необходимо было по сути приобрести картонажную машину для упаковки презервативов в фортонные коробки. Я 20 лет работаю главным инженером на предприятии и хорошо знаю все технологические процессы. Выбор нового я производил самостоятельно, согласуя его с руководством перед покупкой. Работа была, по сути, непростая, техники на рынке представлено много, изменились и автоматизировались процессы. Необходимо было по сути выбрать современное оборудование с простым и удобным управлением. Так как я уже выбрал много различных машин для нашего предприятия, у меня был небольшой опыт по подбору и остались контакты некоторых надежных производителей техники. Я начал связываться по телефону с производителями и уточнять, смогут ли они произвести картонажную машину. В качестве основных критериев я указал компактное с автоматическим управлением. Сначала я обратился в компанию из Германии, которая предложила мне автоматическое оборудование для упаковки в коробку, однако она уточнила, что весь процесс доставки, таможенное оформление и монтажа оборудования не входит в стоимость. Доставка могла затянуться, и я отказался. Потом я связался с компанией из России. Она сказала, что они не производят автоматы такого типа, однако вообщем, если мы можем подождать, они готовы спроектировать и произвести машину, но это будет не раньше следующего года. Я не был готов ждать так долго. Так как у меня не получилось найти производителя картонажной машины, я решил пойти по другому пути и посоветоваться с профессионалами, которые в принципе работают в сфере поставки фармацевтического оборудования и может предложить другой вариант машины. Я искал в интернете посредника из России, так как однажды у меня есть неудачный опыт по поставке оборудования китайским посредникам, когда нам привезли линию по фасовке порошка, однако не было. По сути ни документов по установке, ни технического паспорта. Мы долго настраивали линию, консультировались с производителями по телефону, хотя они неохотно с нами хотели разговаривать. В интернете я выбрал три поставщика. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки фармацевтического оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист одной компании сказала подождать пять минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании из Калининграда поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности оборудования и желаемых сроках изготовления. Через пять дней на почту я получил от них десять вариантов различных машин для упаковки продукции в картонную коробку и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода и мне не помогут в решении поиска оборудования. Последний, третий вариант посредника оказался для меня удачным. Менеджер мужчины говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о желаемой производительности машины, количестве и форме упаковки презервативов, рассказал об условиях поставки. На этапе консультации он предложил автомат для упаковки презервативов в картонные коробки, который, в принципе, я смог быстро согласовать с руководством предприятия. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Специалист компании предложил протестировать машину и попросил выслать заготовки наших коробок и презервативы для упаковки. Менеджер за две недели до поставки сообщил о степени готовности автомата и выслал видео, где мы смогли увидеть наше оборудование. Презервативы при помощи захвата перемещались в ячейку на транспортерной ленте и складывались до определенного количества, зависит от заданных параметров в настройках оборудования. Заготовки, из которых, в принципе, формировалась упаковка, складывались и удерживались при помощи металлических приспособлений для фиксации. Затем на технологической линии формировались прямоугольные коробки и осуществлялся процесс упаковки презервативов. Оборудование имеет современную систему управления через шки и кран. Рабочая зона закрыта пластиковыми щитами для защиты от внешних воздействий. Через месяц после заключения договора мы получили картонажную машину. Менеджер предоставил гарантию производителя, технический паспорт оборудования, чертежи, инструкцию по эксплуатации. Мы произвели монтаж автомата и за неделю обучили работников, которые, в принципе, будут закреплены за машиной. Оборудованием мы остались довольны. Автомат для упаковки презервативов в картонные коробки оказался более производительное, чем мы рассчитывали, однако это дает нам возможность увеличить производственную мощность. Грамотная консультация сэкономила мне время и помогла избежать ошибок, которые, в принципе, я, возможно, совершил бы, в общем, если бы сделал выбор самостоятельно. В сфере поставки оборудования довольно сложно найти профессионалов. Я очень рад, что в итоге мне повезло встретить такого человека. Результатом проделанной работы я остался доволен и готов с полной решимостью помогать создавать препараты для улучшения качества жизни человека.